Путин против экспериментов с формой правления в России. Об этом президент заявил на встречу с представителями общественности в Липецкой области. По его словам, парламентская форма правления во многих странах дает сбои. Меры поддержки семей с детьми потянут на полпроцента ВВП России. Потребуется один триллион дополнительных расходов. Такую оценку дал Владимир Путин на встречу с представителями общественности в Липецкой области. По его словам, в настоящее время сложно рассчитать точно, сколько человек придет за этой мерой поддержки или материнским капиталом на первого ребенка. По поводу зарплат медикам, Путин заявил, что оплату труда работников медучреждений в регионах надо переводить на отраслевую систему. Поговорил президент и о будущем политическом устройстве в России. По его словам, в стране необходима крепкая президентская власть, а парламентская форма правления во многих странах дает сбои. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. И скажу почему. Вот для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура была, во-первых, чтобы она росла давно, в той же Европе, столетиями. Некоторые партии существуют. Столетиями. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Ну, самый яркий пример у нас в нашей стране. Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский, есть ЛДПР. Нет Жириновского. Сама идея, она хорошая, либеральная, но сможет ли партия так функционировать без своего лидера, значит, трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать. Есть еще одно соображение. Парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, она дает сбои сегодня. В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Это просто, поверьте мне, это невозможно. Значит, это колоссальный ущерб государству. Или для того, чтобы любой ценой сформировать правительство, договариваться о коалициях, причем таких партий, которые ставят перед собой совершенно противоположные, ну, цели этого блага народа всех одни, а вот инструменты достижения этой цели совершенно разные. Я думаю, что для России, ее огромной территории, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны, даже не посчитать, кто-то говорит 160, кто-то 190, понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть. Также Владимир Путин согласился с идеей ужесточения требований и ответственности за нарушения при поставках питания в школы. Кабмин уже готовит предложение по этому поводу. Пообещал помочь с легализацией услуг по уходу за детьми-отказниками в больницах и заверил, что поможет детской школе искусств города Усмани приобрести новый рояль.